Я мечтала, что вы едете в спортзал, а за шейдер? Да, люблю, но, честно сказать, я немножко ленива и не всегда удается сходить. Если у меня удается свободный день, я скорее посплю. Но бывает такое настроение, что да, еду в спортзал. Не могу сказать, что это регулярно. Ну вот сейчас у вас, наверное, плотные графики, как мы поняли, с забором с Артемом. То есть не получается ни поспать, ни выспаться, ни отдохнуть. Да, это с трудом удается, но у меня еще проблема, я не могу в транспорте, в самолете спать. Никогда не сплю. То есть не могу просто прийти, там, в машине поспать, самолете облаковать, сразу уснуть. Не знаю, может это нервно. Но я могу спать только в горизонтальном положении, исключительно. Как добрались? Первый ли раз в Казахстане? Как вам наша область? Красиво, красивая природа, очень тепло, по сравнению с Москвой. Я вот только прилетела из дома, у нас был такой мини-отпуск. Там жара, здесь такая же, как и Крыму. Вот я из Крыма. В Казахстане мы очень часто, действительно, мы были уже везде. Вот с Артем сегодня, мы пока сюда ехали, перечислял города. Очень много действительно городов. В основном, конечно, это Алмата и Астана. Вы упомянули, что вы из Крыма. Для вас он российский, украинский или вы на такие политические вопросы не отвечаете? Вы знаете, я не люблю эту тему. Я уже успела полюбить Украину, потому что я родилась уже когда. В Одессе. Я родилась? В Севастополе. В Севастополе. У вас даже мой Севастополь написано там в одном из постов. Я читала. Да? А где это там? Я сейчас уже сразу не скажу. Ну, то есть вы выступаете активно с концерта на Украине, просто некоторые боятся российские звезды. Нет, нет. Мы выступаем, мы в Киеве были. И вот неделю назад, или сколько, были в Одессе. Все спокойно, все тихо. Не люблю на эту тему говорить, потому что я люблю Россию, люблю Украину. У меня украинцев-то нет в семье. У меня все из России. Просто так получилось, волей и судеб, что папа с мамой встретились в Севастополе. И там как бы продолжили жить. И там же родилась я, брат. А так у меня все из России. Ну, я считаю, наверное, себя наполовину все-таки украинкой. Как будто не было. Потому что я и училась в Киеве. Помню себя уже украинкой. Когда Юля Паршута ушла из вашего коллектива, вам показалось, что соотношение мужского и женского начало как-то изменилось? И вам понравилась, что была одна, а теперь девушка в коллективе? Нет, поначалу было ощущение такое растерянности. Я думала, как же теперь быть, потому что, ну, привыкли уже. Сейчас мы уже без нее больше находимся времени, чем с ней. Поэтому сейчас уже это, как само собой разумеющееся. Я даже уже не представляю, что кто-то четвертый появится. Тогда было страшновато. Я признаюсь, потому что у нас и какие-то постановки сценические, и песни, и все, и вчетвером. И казалось, что как, а у нас концерт на концерте. И, ну, как-то выкручивались. Потом все уже пошло. Вы знаете, мне очень помог разговор с Верой Брежневой. Мы тогда с ней летели, по-моему, в Донецк, в Краматорск выступать. К сожалению, мне кажется, этого города уже сейчас даже нет. Это под Донецком. Вот. И она меня так настроила отлично. И вот как-то после этого я поверила в то, что и втроем мы отлично справимся. И так и оказалось. Вот касательно Веры Брежневой. Вообще есть в бизнесе дружба? Есть женская дружба в частности? Наверное, я думаю, есть. Да, есть. Я не могу сказать, что я там с кем-то очень плотно дружу. У меня скорее подруги все-таки из детства. То есть вы сохранили отношения, не забрали в вас? Нет, нет. Я дружу все с теми же людьми, со своими школьными подружками. Ну, какие-то, конечно, люди у меня сейчас прибавились, подруги. Но в основном это мои верные друзья. Вы сейчас думаете о сольной карьере? Ну, я думаю иногда, что просто можно записать пару сольных песен, композиции. Как бы одно другому не мешает. И работе в группе это тоже не помешает. А так, что прям сольно, пока не знаю. Я знаю, что очень любите шоппинг. Может быть, несколько советов. Сокосчан, подведите. Шоппинг люблю? Да. А что сейчас в тренде? Не, я не могу сказать, что я очень люблю шоппинг. Скорее для меня это утомительно. Очень редко я куда-то выбираюсь на шоппинг. Что в тренде? Да. Ну, не знаю. Наверное, не быть вульгарной. Это главное. Я даже вот... А вы как для себя одежды подбираете, на что врачей не надо акцентировать? Или кто-то вам подбирает? Бывает, что кто-то для клипов. Конечно, есть стилисты. А так, нравится какие-то модели, допустим, вижу где-то. Как-то сама совмещаю, и у меня есть замечательная парниха, которая это все воплощает. Вот сейчас девочкам будет сильно выпыдно. Вы сейчас концерту сами готовите? Или есть кому-то специальный человек, которому помогает? Ну, мне сегодня помогали, но в 90% случаев я готовлюсь сама. Поверьте, я уже насмотрелась на стольких визажистов, я уже научилась все делать сама. У меня уже техника идеальна. Переход, допустим, от продажи дисков, которые выходили раньше в продажу, пропускались. Сейчас просто скачивают в интернете и вы изобретаете ничего не получаете. В нашей группе только 7 лет, и в принципе мы не застали то время, когда артисты зарабатывали на дисках. Возможно, это когда-то и было, но мне с трудом это верится. Мне кажется, все-таки особо не заработаешь с этих дисков. Поэтому мы это время не застали, но альбомы выпустить у нас еще не было. Альбома, как бы этого не было, парадоксально. У нас еще многие спрашивают, и там, допустим, даже те же гаишники, которые узнают и говорят, ну дайте хоть какой-то диск, а у нас ничего нет. Когда планируете? Вот уже осталось пару песен дописать и, наконец, выпустим. Какие-то песни? Будут уже наши песни, уже не авторство Константина, Константина Меладзе, поэтому мы сейчас занимаемся накоплением таких песен. Вам сейчас труднее, когда вы нашли под крылак? Да, ладно. Ну, за это время, знаете, мы наладили отношения с очень многими полезными и хорошими людьми, которые нам сейчас помогают, ну не в плане финансов, да, а в плане размещения. И так далее. Ну, труднее, конечно, без продюсера труднее, но мы уже привыкли.